Девушки отдыхают Девушки отдыхают Ваш бывший коллега Владимир Шибанов У меня было три оператора Как вы собирали команду На свой новый фильм? Тем более, что она большая Кинематографическая группа Потом актерский состав Вы провели кастинг Вы по связям Давайте я с операторов начну Просто съемки были в Глазове В родном городе Да, денег я сразу операторам не обещал Сказал, ребят, работы я вас могу завалить А вот денег не обещаю Как получится И на удивление все согласились Ну а поскольку Никто не мог себе позволить Прямо вот сорваться с места И жить бесконечно Пока продолжаются съемки в Глазове И заниматься У нас в итоге получилось три оператора То есть был такой вахтовый метод почти Вот А кастинг был по всей республике Ко мне приезжали девушки И не только девушки И детки И молодые люди И из Жевска Из различных районов Но в итоге Большинство актеров Теперь их можно уже называть актерами Из Глазова Из Глазовского района Из Ярского района Еще из Яра есть Напомним, что все-таки Из произведения Михаила Зощенко Есть сюжетная линия Да, из него? Там есть главное событие Завязка С которого все и началось И если бы я не снял это кино Ну я бы до сих пор был Ну в беспокойном Прединфарктном состоянии Я успокоился Когда только это снял Я прочитал эту строчку И не мог уже успокоиться Вот влияние Может быть Этого проекта на вас Влияние проекта Да Меня пригласили туда Это было очень неожиданно И В короткий промежуток времени Нужно было сделать Очень много работ Вот Мы начинали снимать Мы Репетировали 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 У нас были Настоящие декорации У нас были оговорены Что, куда Они должны делать Как Детки все Понимали Что они делают Как они делают Для чего они делают Вот Они все были Ознакомлены со сценарием У кого-то получалось У кого-то нет Вам было интересно? Вы довольны, что в этом проекте Участвовали? Да Мне было очень интересно Потому что это И опыт Это опыт Как и в профессиональном Так и в коммуникации С режиссером Так и работа С актерами Вот Это очень такой Ну Весомый опыт Кирилл, пожалуйста Несколько слов о себе Вы человек Опыт Это явно не первый фильм Вы преподаете На факультете журналистики В Удмуртском университете Я преподаю Телевизионное мастерство А здесь Кино Кино Совсем другой уровень Я для себя четко Выяснил эту разницу Поэтому Огромное удовольствие Получил Вот Встретились Тоже забавно Как в старые добрые Времена на кухне Володя Шабанов Еще один император Да Мы Посидели на кухне Попили Ароматного кофе Как у меня это дома Принято Вот Да У нас Трезвая была съемка Кстати Вся Вся Я не сомневаюсь Мы получали огромное удовольствие Ну ваши молодежи Да Сейчас мне есть Что студентам объяснить На сто процентов Я могу объяснить Чем оператор телевидения Отличается от кино Я это для себя сам понял Только как раз на съемках Как сказать Что такое вообще творчество Откуда оно Как рождается произведение Это когда вот Есть какой-то сигнал свыше Когда мы Наши умения Способности Сливаются Тогда появляется произведение искусства Вот И моя задача Как оператора Была понять Что в голове Какая картинка У режиссера И создать ее на экране Вот И почему я говорю Что я хорошо Четко понял Форму Разницы На телевидении Меньше времени Для этого У нас больше времени И поэтому Чем точнее Я понимаю Вижу эту картинку Когда она На наших глазах Появляется Тогда это Рождается Интересно Ну и Единственный режиссер Который Заставил Работать И младенца И таракан Даже бежал В нужном направлении С нужной скоростью Самая интересная Сцена Я немножко Перебью Да Это знаете Три В общем Зрелых Перезрелых Мужика Я и два оператора И значит У нас еще Девушка была Катя То есть Надо было бы еще снимать Со стороны Седые головы Животы У людей Внуки И вот они Со стаканчиком Вот так вот Отпускали Таракана Ловили Чтоб он не убежал Вот с этого поля Потому что Таракана У нас Дефицит большой После того Как говорят Сотовая связь появилась Тараканы исчезли И мы добывали Этих трех тараканов Я прям На ночную охоту Отправлял Своего ассистента И она значит Где-то Добывала Этих тараканов Хороший ассистент Скажем ей Спасибо И когда мы пытались Узнать Где она их добывала Секрет Бениамин Вы приручили Международные Кинофестивали Что они так Вас радостно Воспринимают Вы формулу успеха У жюри Узнали Ведь Я сейчас Целую программу Могу посвятить Тому Что рассказать Сколько за год Фильм Электричество Хочу умереть Уже собрал наград В коротком метре Недавно Лучший региональный Фильм На московском Фестивале Арт-кино Да Авторское кино Кстати Фестиваль Авторского кино По фестивалям Это отдельная Анжела тема Хорошо Ну два слова Два слова Ну год-то он еще У меня не катается По фестивалям Еще только полгода Меньше С апреля Премьера была В Соединенных Штатах В городе Аттенс Это уже событие Явление И не было такого Целенаправленно Что вот Мне задают вопрос Все время На встречу А почему в Америке С таким С крепким таким Подсмыслом А что это ты там Вот вдруг А не у нас В стране Премьера устро Первый фестиваль Который взял Это был первый фестиваль После которого Был и Питер И потом пошли Гран-при На Шукшинском Кинофестивале Потом на Украине Главный приз Потом Севастополь Симферополь Вот Москва Как бы по датам Чтобы не перечислять все Я скажу что Фильм за полгода Был в трех странах Получены Четыре Приза В том числе Гран-при И главные призы И Сейчас вот у меня Уже есть приглашение Я пока озвучивать не буду Кроме того Электричество Поскольку уже победило Варт-кино Будет прокатываться В 50 городах Самых крупных в стране В том числе Вежевске В спец Специальную программу Вошло В спецпоказ В Берлине Ну и еще Есть Такие приглашения Но они еще пока Не на 100% Поэтому я пока Воздержусь Ну вот Чтобы снизить Немножко Ну Планку Пафоса Что ли Нашего разговора Можно Знаете На самом деле Я с каждым Из операторов В первую очередь Из операторов Вообще Со всеми Со съемочной площадки Проводил Такую беседу Что ребят Вот я сейчас Замечательный И ласковый И обычный И нормальный И толерантный И пушистый А на площадке Все будет по-другому И первая Моя заповедь И я Всегда это И буду говорить Всегда Когда я что-то говорю Что надо сделать Запрещено Всего лишь Одна вещь Запрещена Ответ Давать Что это невозможно Так не получится Так Вот это запрещено Вот ваш рецепт Это запрещено И все кивали Да конечно Все понимали Но тем не менее Привыкли к этому Только к самому концу Я вам скажу Что нет Нет ни одного кадра Который бы Который бы Вот не достиг Того замысла Какой замысел был То я на экране Это и вижу У меня другой вопрос Немножко в другую сторону К словам я все Электричество Ну вот Искра Этого уже как-то Пытались объяснить Да Все-таки вот название Девиз Почему хочу умереть В скобочках А у меня главный герой Хочет умереть У Зощенко Он не хотел умереть Он умирал Мне не показалось Но так я Просто это так Есть в сюжете Поэтому два названия Электричество Хочу умереть Да-да-да Он лежит на столе И чтобы зрителю Долго не въезжать В завязку Что непозволительно На мой взгляд Сегодня Современной драматургии Он должен сразу понимать Какие-то вещи Такие Формальные и внешние Сюжетные Он должен понимать Вы уже начали о том Что По регионам К счастью Фильм будет показан И там везде будет сказано Что это фильм режиссера Из Муртии По кинотеатрам пойдет Режиссера Да Лауреата Международных кинофестивалей Но тем не менее Глазовского режиссера Из Муртии Все-таки В Ижевске Как вы показываете? 30 ноября В последний день ноября Будет премьера В Ижевске У меня уже давно Друзья Знакомые Просят показать Но вот Добрались мы до Ижевска Только сейчас В конце Самый последний день ноября В кинотеатре Дружба Будет премьера Милости Прошу И на финал У нас к сожалению Очень немного времени Все-таки Кино в Удмуртии В нашем регионе Нет Своей Государственной студии Киностудии Везде она есть Достаточно по периметру Удмуртию посмотреть Там Кировская область Пермь Там говорить не о чем Казань Везде есть студии Везде есть свои Настоящие кинофестивали Не просто один человек Придумал там Или там Группа людей Которые поддержаны И так далее И этого тоже нет Вообще-то надо бы иметь Свой национальный Кинематограф По-настоящему И это ведь не стоит Каких-то жутких денег Надо сделать первый шаг И так далее Но вот пока Что-то не срабатывает Видимо я не очень хочу Вот как я хотел снять кино Я заразил других И люди поехали И стали снимать Видимо у меня степень хотения Еще не дошла до кипения Чтобы министры все бросили И нашли деньги На этот кинематограф Но я Публично даю слово Что в нашем регионе В Удмуртии Киностудия И свой фестиваль Государственный Республиканский Будут И мы поработаем И снимем там Не один фильм Я еще раз благодарю вас всех За эту беседу Вениамин Тронин Григорий Фомин Кирилл Рекец Съемочная группа Во главе с автором Фильма «Электричество» «Хочу умереть» Пусть будет добра судьба И к вам До новой встречи На телеканале Моя Удмуртия